Как и положено, кубанская ярмарка эту юбилейную пятую проводят со всем размахом. В этом году гостей впервые принимают на новой площадке в выставочном комплексе «Экспоград-Юг». Сельхозпроизводители и фермеры со всего края привезли свои лучшие товары. Вот, например, лимузины. Эти телята, конечно, мало чем напоминают известный автомобиль, так называется порода. Меньше чем за год бычок прилично набирает в весе – почти 360 килограммов. Несколько лет назад фермер Давлет Псевнуков привез коров из Франции. Сегодня животные обрели уже постоянную кубанскую прописку. Зиму выносят нормально, холодов не боятся, снега не боятся, либо только сводника не было. Музыки не надо, танцы не надо, им нужна чисто тепляки, навесы делаем. По соседству кролики, лошади и куры. Рядом кластер с саженцами и цветами. И это всего один павильон из трех. Масштабы впечатляют. Экспозиции занимают больше 26 тысяч квадратных метров. И это заслуга аграриев, считает Вениамин Кондратьев. Открывая ярмарку, губернатор благодарит фермеров за их нелегкий труд. Малый бизнес – это малый он только на словах. Его значение для края огромное. Фермы и личные подсобные хозяйства составляют 37% молока в крае. Третью часть – скота и птицы. Безусловно, в сельском хозяйстве много проблем. И сегодня говорить красивые громкие слова вам, которые знают цену этому продукту, знают цену этой копейки, конечно, может быть, будет по большей мере безответственно. Президент Российской Федерации поставил сдачи отраслевым министерствам и вице-премьеру, который курирует сельское хозяйство, проблемы села решать незамедлительно. Кубань достигла того, что она намечала и будет развиваться дальше. Власть будет поддерживать эту отрасль экономики, аэропромышленную, будет поддерживать всех, кто занимается на земле. И я убежден, что в ближайшем будущем мы еще большие результаты будем иметь в Краснодарском крае. После официальной части глава региона проходит по всем экспозициям. Один из основных вопросов – есть ли проблемы со сбытом. Ответ у всех однозначный – натуральные продукты на расхват. Фермеры из Северского района на Кубанской ярмарке уже не первый год. Привозят несколько пород овец. В планах расширить поголовье, рассказывают Кондратьеву. Но недавно столкнулись с нехваткой кормов. Выпоса у нас очень маленькие, нам недостаточно. Выпосов – это действительно так. Но мы стараемся заготовить сено, зерна и подкармливаем. Все время подкармливаем. Я об этом всегда буду создать условия для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством. Кто хочет работать на земле. По вашим рукам, я хочу сказать, что очень видно, что они очень рабочие руки. Понимаете, на самом деле таким хочется помогать. Удачи вам, поэтому мы найдем все моменты, чтобы все у вас получилось. Поддерживать будут и садоводов, но при условии, что они будут ориентироваться на потребности кубанцев. Например, у стенда винограда Рейскущевского района только столовые сорта. Они наиболее востребованы на рынке. Принципально важно ориентироваться на то, что хочет население. У вас малая форма хозяйства. Максимально должны ориентироваться на спрос непосредственно граждан, тех людей, жителей. И, поверьте, если вы уловите их спрос, то, что они хотят, у вас с экономикой будет хорошо. То есть и с продажей будет хорошо. Не выращивайте они того, чтобы его выращивать, а выращивайте то, что покупается. Востребовано, смотрите, преображение вот этого сорта. Очень востребовано. Он один из лучших. А это самый вкусный павильон. Молоко, рыба, мясо, свежие овощи и фрукты. Устоять от таких ароматов практически невозможно. Предприниматели из Новороссийска предлагают молочную продукцию. В этой сметане даже ложка стоит, обещают продавцы. Все только из настоящего молока, без добавок. Мы еще скоперировались с фермером. Частично берем у него тоже, если ему хватает. И вот начинаем уже тоже экспериментировать на новую продукцию. Вот сейчас попробуем твердые сыры делать. Ребята, экономика есть? Да, только если технологический процесс в полном объеме. Слова предпринимателей проверяют в специальной лаборатории. Здесь проводят экспертизу абсолютно всех представленных товаров. Как качество нашей продукции? Кубанская – это значит, что она достаточно качественная. Вот этот бренд мы должны поддержать. Оценку экспертов подтверждают и сами кубанцы. Полными сумками и хорошим настроением. Ты такая счастливая, тут и цены хорошие. Ой, ну понравилось все. Продукт она брала. Подсолнечное масло, рыба, там семечки. Конечно, здесь дешевле намного. Я люблю ярмарку. Каждый год приезжаю на ярмарку обязательно с ребенком, с мужем. Превосходно. Намного лучше, чем в том году. Очень понравилось. И обслуживание – прямо красота. Чтобы зарядиться положительными эмоциями и приобрести продукты от производителей, у кубанцев есть еще два дня. Работать ярмарка будет до 27 сентября. Мария Крошная, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар. Кубань-24, Краснодар.